Первые проблемы с подтоплением ожидаются в городском округе во второй декаде апреля при активном таянии снега. В этом году природа не поскупилась на его количество. Под ударом неизменные места. В городском округе существует карта-схема таких участков. Каждый год она обновляется. Но основные болевые точки известны. Село Ира. В зоне риска около 70 домов. Весной река Белый несет определенную опасность для жителей села Ира. Снег начинает таять. Уровень воды в реке повышается. Это создает угрозу затопления домов, находящихся в населенном пункте. Но уже на сегодняшний день подготовка к паводку началась. Создана бригада спасателей численностью 20 человек. Подготовлено 4 единицы техники. Кроме этого лодки и водолазные снаряжения. Есть теперь в арсенале бригада МЧС и доска спасательная. Передвигается по любой поверхности. А главное, не тонет в воде. За паводковой ситуацией организован постоянный мониторинг. Отдел по работе с территориями, которые находятся в вырывке. У нас есть представитель вырывки. У нас есть сирена, которая оповещает. Мы это отрабатываем с помощью смс-сообщений. И уже по погоде мы смотрим с наступления плюсовых температур ночью. У нас мы ставим ответственность дежурных круглосуточно. Именно на этот участок, где попадает зона подтопления. Но прежде чем вход пустит спасательные средства, необходимо предупредить попадание талой воды в дома. Во всех населенных пунктах, которые находятся в зоне риска, будут проведены беседы с жителями. Им дадут подробную инструкцию, как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Если есть возможность покинуть помещение, собрать документы, выйти из дома. По возможности, если нет такой уже вокруг дома вода, занимать верхние чердаки, на крышу. Можно ждать спасения, соответственно, позвонить в службе. Спасательные отряды в ближайшее время проведут учения. Таким образом, специалисты готовы к самому худшему сценарию прохождения паводка. Планируется проведение тренировок на водоеме. Выезжаем мы каждую весну, мы выезжаем всем отрядом на водоеме. И проводим тренировку, как проводить спасательные работы в условиях тонкого льда, подтаявшего, рыхлого. То есть спасатели ползают в воде со всякими приспособлениями, чтобы суметь оказать помощь. По словам жителей села Ира, сильной угрозой для их населенного пункта последнее время не наблюдается. Но все равно готовы к чрезвычайной ситуации. В связи с строительством Иштугановского водохранилища, в последние годы половодия у нас такого сильного не наблюдается. Потому что плотина сдерживает напор воды, который поступает. И сильной угрозы такой силуиры после 90-х годов не стало. Вот сейчас, если снега много, если тепло будет, то будет хорошо. Как вы готовитесь, как справляетесь с этим? Ну как? Каждый по-своему. Ну как, лодку и все. И бабушку, мать там, эвакуировать на верхнюю улицу и все. И все-таки масштабного половодия этой весной, по словам специалистов, ждать не стоит. По прогнозам, подъем воды ожидается в пределах нормы. Однако, последнее слово, как всегда, остается за погодой. Константин Меркшов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».